Всем привет, друзья мои! С вами канал Обзор Терапия. Не первый, далеко не первый, кто распаковывает этот смартфон. Друзья, дело в том, что я заказал его уже два месяца назад, наверное, два с половиной. Заказал, по-моему, на Gearbest или Banggood, по-моему, был Gearbest. И в итоге, через два месяца они даже не отправили его. То есть, из Китая он даже не вышел. Я, конечно, вернул деньги и заказал уже здесь, у нас в Эстонии. Он уже начал продаваться везде. В общем, все, кто хотел сделать обзор на него, уже давно сделали. Но дело в том, что я хотел сам попользоваться этим телефоном. Посмотреть, что они изменили, что, может быть, улучшили. У меня был Redmi Note 8. Это был хороший телефон, мне он нравился, я с ним ходил. Теперь вышел Redmi Note 9 и хотелось бы испытать тоже его. Но заодно хотелось сделать обзор на него, что он из себя представляет, какие камеры. Ну и все самое интересное, что в нем есть, хотел бы вам тоже показать, друзья. Перед нами сегодня версия Redmi Note 9S. Я бы сказал, друзья, это из трех версий. Есть Redmi Note 9, 9S и Redmi Note 9 Pro. Это, я скажу, наверное, худшая версия. В том смысле, что здесь нет NFC. Это единственная версия Redmi Note 9, в которой нет NFC. Я не знаю, зачем они это сделали. Это какая-то просто подстава. Потому что это версия для европейского рынка и здесь нет NFC. Это просто абсурд. Но в остальном это очень хороший телефон. За свои деньги это, наверное, топ. Стоимость этого телефона 200 долларов. Я его купил за 200 баксов. Сейчас он еще подешевел, по-моему, можно даже за 180 купить. И давайте его уже распаковывать. Эта версия самая простецкая. Здесь 64 гигабайта встроенной памяти и 4 гигабайта оперативной. Цвет у нас серый, Interstellar Grey. Мне понравился он, потому что он переливается. И он что-то напоминает такой голубоватый, серо-голубоватый. Я не стал брать белый, потому что белый мы брали Redmi Note 8. Так, комплектация у нас. О, такая толстенькая тут картонка, коробочка. Наверное, здесь у нас чехол и скрепочка, конечно. Так, две маленькие книжечки, инструкция, гарантия. Да, это нам неинтересно. Чехол. Чехол, кстати, пришел в сером цвете. И это неплохо, потому что серый цвет все-таки как-то отличается от обычных силиконовых, таких прозрачных, белых. Видимо, серый, потому что я заказал цвет серый. И это круто. И знаете, в чем плюс вот такого серого чехла? Потому что, конечно, мне немного стыдно за мой чехол. Я вообще не любитель чехлов. Смотрите, какого он цвета. Это был раньше белый прозрачный обычный чехол. Я не знаю, как он желтеет. Он желтеет со всех сторон. С этим, возможно, такого не случится. И это хорошо. Так, друзья, все. В коробочке у нас больше ничего нет. Переходим к самому телефону. Нет, все-таки пока его отложим. Ух, хорош, хорош, большой. Кабель USB Type-C, конечно же. И зарядка. Зарядка здесь у него быстрая. Я не помню, 18 или 22. Что? А, вот. Даже нет, друзья, представляете, 22,5 ватта. Ну, это круто, конечно. Потому что, видимо, аккумулятор здесь здоровенный. Аккумулятор на 5000 мАч. По-моему, 5020 мА. Это просто космос. В прошлый был Redmi Note 8. И там было 4000 мАч. Ну, в Pro версии 4,5. И его просто за глаза хватало. Вы играете сколько угодно. Ну, ладно, сколько угодно. Довольно много можете играть, смотреть видосы. И он у вас не сядет за один день. Мне кажется, этот телефон можно догнать до даже, ну, 2 дня. Может быть, даже 3 дня. Если вы спокойно пользуетесь. Так, ну, зарядка это норм. Что, все? А наушники? Наушников нет, короче. Жаль. Могли бы положить какие-нибудь там пистоны ихние или гибриды. Не так уж и дорого. Они стоят там 15 баксов. Ну, ладно. Комплектация закончилась. Переходим к самому телефону. Пленочку снимаем. Ну, вот он уже отсюда кажется, ну, таким голубоватым. Ну, смотрите. Ну, какой же это серый цвет, да? Ну, где тут серый? Так, это пока мы оставим. Здесь какие-то данные еще были. Что-то мы проворонили. Так, посмотрим. Qualcomm Snapdragon 720, друзья. Это такой почти-почти флагманский уровень. Это очень хороший процессор. Для примера, друзья, мы сравним его с Samsung Galaxy A71. У него стоит Snapdragon 730. Но, друзья, Samsung стоит около 400 долларов, по-моему. Может быть, даже больше. Меньше. Ну, примерно так. Так, 400, этот стоит 200 в два раза дешевле. И я сравнивал эти процессоры. Snapdragon 720, который стоит вот здесь, он даже в чем-то лучше. В большинстве случаев лучше, чем 730. Это очень важно для игр, для перегрева. Все. Ну, наверное, да. Телефон, на самом деле, больше страдает, когда вы играете. В остальных случаях, как бы, с ним ничего не случится. Ну, может быть, вы какие-то проги там устанавливаете. Мощные по графическому редактированию. Но это очень-очень малый процент людей. 4 камеры, 48 мегапикселей, главная камера. Фронталка 16 мегапикселей. Это тоже хороший результат. Огромный дисплей. Диагональ экрана 6,67. Это просто гигант. Мне такой экран нравится. У меня был Redmi Note 8. Это было отлично. Читать очень удобно. Это, я скажу вам, даже почти планшет. Ну, и аккумулятор 5020. Кстати, здесь, смотрите, друзья, написано 18 ватт Fast Charge. Но на самом блоке написано 22,5. Красивый телефон. Снова же, ни разу не серый. Я голубоватый. Огромная такая лопатка. В руках мне больше нравится, чем Redmi Note 8. Он как-то более гармонично лежит в руке. Не знаю, от чего это зависит. Может быть, от граней. Во внешнем виде он, конечно, претерпел изменения. А главное, это камеры. Камеры теперь расположены здесь. То есть, это не Pro-версия. И они посередине. Они сделаны вот таким вот квадратом. Как я уже говорил, здесь четыре камеры. Здесь основная. Потом макро. Ширик. И вот это какое-то одно из них отверстие. Это сенсор глубины для портретных фоток. С помощью этого сенсора он может размывать задний фон. Это очень классная штука. И мы проверим обязательно, как она отрабатывает. Вот эти боковые грани сделаны очень красиво. Здесь идет такая блестящая линия, которая не так хорошо видна на вот этом голубоватом корпусе. Но на белом, допустим, я видел, очень хорошо это видно. Сзади корпус у него пластиковый. Конечно, отпечатки видны моментально. Это с этим ничего, наверное, не поделать. Еще одно изменение, которое мы сразу видим, это сканер отпечатка пальцев. Вот этот момент мне не нравится, потому что я левша. Я держу телефон в левой руке. Мне нужно настроить на указательный палец, чтобы я легко снимал блок. С правой руки, конечно, было бы намного удобнее большим пальцем. Но ладно, мне это не критично. Я надеюсь, указательный тоже хорошо будет отрабатывать. Конечно, здесь на этой стороне было намного удобнее указательным. Идеально и левше, и правше. Это вообще было без разницы. Здорово, друзья, то, что с этой версии Xiaomi стали наклеивать заводскую пленку на экран. Это очень здорово, потому что нужно было покупать отдельно. Не хотелось платить тем, кто вам клеит эту пленку, типа, профессионально. Сами клеили, там часто были пылинки, это неудобно. Так что здесь она уже заводская, и она довольно хорошо наклеена. Экран здесь Gorilla Glass 5-го поколения, очень прочный. То же самое стекло находится на стеклышке для камер. Камера так прилично выступает, но с чехлом, друзья, это не страшно. И тем более сейчас у всех телефонов она выступает. USB Type-C, есть гнездо 3,5 мм для наушников. У этого телефона один динамик, то есть здесь нет стерео. Но он громкий и достаточно качественный. Вес этого телефона 209 грамм. Но, конечно же, мы понимаем, почему он такой тяжелый. Это из-за батареи. У него здесь IPS-матрица. И, в принципе, по характеристикам все. Жалко его, конечно, одевать в чехол. Но посмотрим, как он выглядит в нем. Очень здорово. Он сразу, конечно, становится черным. Но, ладно. Ради практичности можно и одеть. Так, мы дальше стали включать. Он запросил сим-карту. У него здесь можно поставить две сим-карты и одну карту памяти. Так, телефон включился. Конечно, красивый большой экран. Мне кажется, что вот эта камера фронтальная довольно большая. Такая дырочка прям. Прям такое, знаете, маленькое дупло. Она все, в принципе, должна хорошо фотографировать. Так что, думаю, можно привыкнуть. В обычном режиме режим фотосъемки это 12 мегапикселей. Если вы хотите поставить 48 мегапикселей, соответственно, вам нужно переключиться в другой режим. Далее у нас идет портрет. Это режим, где он размывает фон. Потом ночная съемка. Панорама. Профи. В профи режиме у вас есть возможность выбирать ISO. Выдержку вот таким образом. 400 тысяч. Так. Так, слева у нас шел режим видео. Видеоклип. Видеоклип это какие-то возможности наложения есть. И замедление. Замедленная съемка. Так, заценим кое-какие фотографии. Я тут наделал... Вот. Две фотографии, по-моему, идут. Так, да. Обычная фотография и 48 мегапикселей. Здесь он внизу даже подписывает это. На первый взгляд, конечно, разницы вообще никакой нет. Если мы приблизим... Угу. Так, больше не приближает. Если мы приблизим эту... Вот эту он приближает больше. Соответственно, здесь текстура отображена лучше. И качество фотографии тоже лучше. На самом деле, очень классная фотка. Видно, что здесь памяти занимает намного больше она. Но, несмотря на это, в обычном режиме тоже она фотографирует хорошо. Краски передают хорошо. Вы можете также отредактировать потом. Так, дальше... Ага, это еще раз. Так, вот режим портрета. Вы видите, что задний фон здесь размыт. Фотка, на самом деле, получилась прикольная. Так, посмотрим на качество. Качество очень хорошее, мне кажется. Смотрите, каждую волосинку видно. И задний фон хорошо он размыл. Так, посмотрим, ошибся ли он где-то. Нет, 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 нет. Бывает, ошибается. Что-то может подмазать. Но в этом случае очень все хорошо сфоткалось. Прямо, ну, шикарно, шикарно. Дальше у нас шел режим макро. Я проверял. Вот, друзья, смотрите, листик. И, соответственно, вот он вблизи. Ну, сами видите, да? Каждый вот этот капиллярчик виден на листочке. Так, еще один пример макро. Это вот такие листочки на железной перекладине. И я их сфоткал вблизи. Смотрите, здесь вообще... Вот, видите, вот эту точечку беленькую. А это, оказывается, какие-то кузнечики. Смотрите. Вот так вот. Вот так вот их видно. Лис получился очень здорово. Так, дальше у нас режим салфи-камеры. Я тут нафоткал несколько штук. Здесь качество прям такое. Я сначала подумал, что он обработал эту фотографию, потому что я какой-то уж гладенький. Но нет, наверное, это были просто хорошие условия для камеры, потому что я был в тени, и сзади было солнце. Поэтому он как бы все так четенько, в принципе... Кажется сначала, что что-то размыто здесь, но на самом деле нет. Когда приближаешь, видишь и морщинки, и все остальное. Так, дальше идет фотка на солнце. Что-то немного затемнил, но это все-таки довольно тяжелые были условия для фотки. Солнце было очень яркое. Так, дальше идет тоже в тени. А, солнце у меня сзади. Вот вы видите, как он справился тут. Так, ну и все. Ага, ну и еще одна фотка. В принципе, качество хорошее. Качество мне очень нравится. Вот на футболке можно разглядеть все катышки даже. Так, проверим, что у нас здесь в видео есть. Здесь у нас есть возможность выбирать качество. 1080p, 30 кадров в секунду, 60, 4K и 720, самое низкое качество. Давайте, друзья, проверим видео. Я кое-что заснял и посмотрим качество. Так, ну и снимаем на обычный режим видеосъемки. Сейчас вы слышите микрофон. Раз, 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 два, три, четыре, пять. Я иду обычным шагом. В руке кажется, что изображение достаточно сильно дрожит. Но я уверен, когда мы посмотрим на это на компьютере, то она обработает его и электронная стабилизация должна это все выравнивать. На самом деле, друзья, ничего она не выравнивает, потому что я снимал в режиме 4K и электронной стабилизации у этого режима в принципе вообще нет. У него есть четыре режима. 720p, 30 кадров в секунду, 1080p, 30 и 60 кадров в секунду и, соответственно, 4K, 30 кадров в секунду. У первых двух режимов 720p и 1080p на 30 кадров в секунду есть стабилизация. У 1080p 60fps и 4K нет стабилизации. Проверил другие режимы, там стабилизация сразу отрабатывает. То есть она не обрабатывает потом, а она сразу во время съемки стабилизирует его. И теперь мы снимаем наш ширик. Так. Интересно, что наш ширик, он сразу будто бы включил уже стабилизацию и обрабатывает уже в реальном времени. Сейчас я иду и никаких дрожаний даже нет. Ну а ширик, конечно, медленней. Ну, тем не менее, блин, классно все. Так, проверим зум. Ну, максимальный. Так, вот это максимум. В руке, конечно, дрожит страшно, но надеюсь, что на выходе будет неплохо. Так, мужичок стрижет траву. Так, ну и на фронтальную камеру вот такое видео получается. Оно, конечно, немного сразу приближает, что не очень удобно всегда. Ну, качество, в принципе, хорошее. Но на первый взгляд, на экране все вроде бы окей. С фронтальной камеры он 4К, к сожалению, не снимает. И это, наверное, минус, потому что, допустим, Samsung Galaxy A51 снимает с фронталки тоже 4К. И он стоит... Нет, он стоит, конечно, дороже. Он стоит 300 баксов. И, соответственно, возможности у него немножко, видимо, больше. По поводу игр, друзья, мне кажется, этот телефон очень хорошо подходит. Я скачал для примера такую игру, как Real Racing 3. Это одна из самых энергозатратных игр. Она наравне с PUBG, то есть в первых местах. Я играл в нее, наверное, минут 10 или 15, и телефон грелся, но не сильно. Даже в чехле, друзья. Если вы хотите играть, конечно, долго, то советую вам снять чехол, чтобы он быстрее охлаждался. Но, несмотря на это, телефон хорошо отрабатывал, так что с играми проблем вообще нет. Этот телефон, наверное, 278 тысяч в Antutu. А это, друзья, на секундочку, больше, чем у A71 Samsung Galaxy. Потом больше, чем у Xiaomi Black Shark 8 ГБ. Это первая версия этого телефона. И, кстати, этот телефон стоит 500 долларов. Ну, немного сейчас подешевел, но это больше, чем в 2 раза. И также он мощнее, чем Xiaomi Mi Note 10, который стоит 400 долларов. Так что, я думаю, результат очень хороший. Аккумулятор у него хороший, все игры тянут. Про процессор я уже говорил, что он лучше, чем 730. То есть скорость работы процессора лучше, энергоэффективность лучше. И по производительности в играх он тоже лучше. Так что, думаю, переплачивать не стоит. В общем, друзья, телефон мне понравился. Но, конечно, для большинства самый главный момент – это его цена. Он стоит недорого. И, конечно, для многих людей он доступен. Так что, ребят, вот так. Кому видео было полезным, пожалуйста, поставьте лайк, поддержите меня. Напишите, друзья, ваше мнение, нравится ли вам этот телефон. И стоит ли переходить с 8 на 9. Ссылочку на этот телефон я оставлю внизу. К счастью, его можно уже купить везде на Али. Недорого. Так что, кому видео понравилось, не забудьте, друзья, подписаться обязательно. Увидимся скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok